Нужно упорно искать новые, отвечающие сегодняшним требованиям, методы и формы работы, позволяющие сделать еще более плодотворным взаимное обогащение культур, открыть всем людям еще более широкий доступ ко всему лучшему, что дает культура каждого из наших народов. Всевозрастающую роль в этом благородном деле должны играть радио, телевидение, как разумеется и все другие средства массовой информации. Дальнейшее развитие дружбы и сотрудничества народов Советского Союза в значительной мере зависит от углубления социалистической демократии. Все более широкое участие трудящейся всех национальностей в управлении общественными и государственными делами, так в сжатом виде можно охарактеризовать ведущую тенденцию нашей политической жизни. И партия будет делать все для того, чтобы она крепла и развивалась. Мы смело говорим об имеющихся проблемах и о нерешенных задачах, потому что твердо знаем, что эти проблемы, эти задачи нам по плечу мы можем и должны их решить. Настрой на дела, а не на громкие слова. Вот что нужно сегодня для того, чтобы крепче был великий и могучий Союз Советских Социалистических Республик. Уверен, что все думают так собравшиеся в жале. Так думает вся наша партия, так думает весь наш народ. Настрой на дела, а не на громкие слова. Эта мысль нашла горячий отклик в сердцах советских людей. Так уж повелось, что юбилей для нас это всегда не только праздник, но и своеобразная точка отсчета. За 60 лет доля СССР в мировом промышленном производстве поднялась с 1% до 20%. В 80-е годы страна вступила, обладая огромным национальным богатством, достигающим 2,9 триллиона рублей. И очень важно распорядиться этим богатством рачительно, по-хозяйски. На встрече с московскими станкостроителями генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов сказал, «Без должной дисциплины, трудовой, плановой, государственной, мы быстро идти вперед не сможем. Наведение порядка не требует капиталовложений, а эффект дает огромный». «Нам нужна сознательная рабочая дисциплина», подчеркнул Юрий Владимирович Андропов, «такая, которая двинула бы вперед производство. Нам надо наполнить борьбу за дисциплину большим содержанием, связать ее непосредственно с выполнением производственных заданий каждым работникам». Гордость за нашу великую многонациональную родину прозвучала в выступлениях представителей союзных республик Москвы и Ленинграда. «60 лет назад на первом всесоюзном съезде Советов столицей Советского Союза была избрана Москва. В этом выразилось признание ее большого авторитета как столицы Российской Федерации, сыгравшей выдающуюся роль в объединительном движении народов, сплочении наций и народностей Советских Республик в единую интернациональную семью». Ленинскую идею создания единого союзного государства одним из первых, как известно, поддержал украинский народ. По деловому, критически оценивая сделанное, партийные комитеты республики направляют организаторскую и политическую работу на выполнение ответственных задач одиннадцатой пятилетки. Свой высокий патриотический интернациональный долг, трехмиллионный отряд коммунистов, весь народ Советской Украины видят в том, чтобы и впредь крепить экономические оборонные могущества нашей страны, вносить достойный вклад в процветание нашей любимой Родины. Селена, на чьих просторах в прошлом был редкостью даже дым Чабановского костра, неузнаваемо изменила облик казахской земли, превратила ее в одну из крупнейших зерновых и животноводцев бастраны. Селена — это не только золотоотборные зерна, это первоклассная индустрия, разведка коммуникации, мощный и топливный энергетический регион страны. Селена — это гарантированный, надежный экономический резерв настоящего и образимого будущего. Наконец, Селена — это новый тип хозяина земли, человека большого кругозорого мастерства, горячего патриота и убежденного интернационалиста, готов выполнить любое задание партии Великого Ленина. Колыбель Великого Октября, город Ленина — частица этого нового мира и великого братства, имя которому — Союз Советских Социалистических Республик. Судьба не дарила нам легких даров. Нам не доставало подчас самого элементарного для жизни работы, не хватало специалистов и техники. Но у нас всегда было и есть нечто неизмеримо большее — вера партии в силы народа, вера народа в партии, ум, честь и совесть нашей эпохи. Каждая из союзных республик, говорили выступавшие, вносит незаменимый вклад в общий подъем экономики и культуры. Это непростое сложение, это многократное умножение творческих сил братских народов. Образование СССР, отмечалось в выступлениях, стало поворотным пунктом в судьбах народов бывших царских окраин. С помощью старшего брата, великого русского народа, они поднялись из вековой отсталости к вершинам социального прогресса. Молодость страны Советов. Ее надежда, ее будущее. Страна Советов, гордость октября, все шесть десятилетий величава, сияет братство светлая заря и партии победоносной славы. Бескрайняя Нива Апчизны Это поле нашей работы, наша судьба, наша любовь. Выше миллиона комсомольцев страны, механизаторы, почти 600 тысяч животноводов. Сделать как можно больше, как можно лучше на своем рабочем месте наш комсомольский долг. В этом году я надоела от каждой коровы уже по 7 тысяч килограммов молока. Аплодисменты А задачу ставлю, перекрыть этот рубеж. Аплодисменты Мы храним и стремимся приумножать священные пролетарские традиции. Учимся коммунизму, строим коммунизм на заводах и стройках. Всюду, где работает молодежь, живут новаторства стахановцев, ударничество фронтовых бригад, энтузиазм героев послевоенного восстановления и целины. Ударный труд на общее благо основа нашего интернационального братства. На производстве, науке, культуре и спорте молодежь всегда стремится к поистине космическим высотам. И где бы ни находился советский человек, в какие бы дали ни уносили нас космические корабли. Мы всегда с тобой, Родина! Аплодисменты!